Всем еще раз доброе утро! У нас встреча с нашим постоянным экспертом. Вообще очень странно, да, вот начинать утро понедельника с посещения психолога. Это о чем ты говорит? Ну, у нас психолог приходит сам. Мы ее уже вроде и не просим, а приходит и приходит. Эксперт нашей программы, психолог Оксана Анищенко. Здравствуйте, Оксана! Мы сегодня про субкультуры будем говорить. Раньше было невероятно популярно, сейчас как-то ушло на второй план. Или, может быть, мы уже этим делом не интересуемся, но вот тут появляются новые какие-то субкультуры. Что скажете, почему это подросткам интересно? Так, ну почему интересно? Потому что у подростков в подростковом возрасте возникает самая главная задача. Это сепарироваться из родительской семьи. Может это казаться, как вот протест против родителей, да нет. Они сепарируются, они становятся взрослыми, ну так, да, номинально становятся взрослыми у себя в голове. Потому что еще пока зрелости не хватает. И, конечно же, им еще есть задача социализироваться. Ну и все это их заставляет идти искать для себя некую такую группу, которая им поможет пройти вот этот процесс взросления, который их примет. Вот, а давайте, Антон, у меня, смотри, что для тебя специально есть. Вот для тебя, вот только для тебя, смотри. Такая штучка. Отойди. О, ты же носки любишь, а носки мне. Да-да-да. Смотри, какая классная штука. Это вот сюда вот надевается. На руку. Да-да. Смотри, как классно смотрится. У нас теперь ты крутой, видишь, классно, да? Как называется? Сейчас супер. Есть название? Ты у нас будешь отличаться от всех. Название есть, говорю. Это вариши носки. А ты, да, Лер, а у нас, ну, если ты хочешь, ты будешь вместе с нами. Хочешь? Пойдешь к нам всегда? Ну, вообще, вот так не все. Нет, смотри, ты будешь от всех отличаться. Сейчас ты видела где-нибудь, чтобы кто-нибудь так ходил? Ну, давайте, ладно. Давайте. Ты у нас будешь второй или там третий в городе, знаешь, ты вот так вот пойдешь. Ой, смотри, а потом носки можно ли тебе забрать? А посмотрите, у нас еще и диалоги здесь есть. Вот эти. Это и не носки. Это и не носки, это, ну вот. Вот мы уже создали свою субкультуру, смотрите, какие. Ну, обратите внимание без них. Ну вот, вы теперь будете заметны, и вот можем какую-нибудь даже ценность продвигать. Мы можем идти в торговые центры. Но самое главное, вы крутые, посмотрите, как вам хорошо это идет. Нет, ну мы модные, да, это фор. Модные, да, вот смотрите, уже поддерживается, да. Ой, что-то я вырос. Да. Да, можно убирать. Вот, а мне так нормально. В чем суть субкультуры, да? Подождите, тебе так нормально? Да. Ну-ка поясни за носки. Мне не нравится, что ты вот ходишь при мне вот в этих носках на руках. А мало ли что тебе нет. А я сижу и сижу. Иди сюда. Ты чего, ты чего? Давай, снимай. Все. Это жизнь. Такая жизнь у субкультур. Есть всегда другая грань. Это очень жестоко. Да, да, да. А ты что, нос к тебе не смотришь? Так, да ведь? И такое тоже бывает. Вот так вот он ее поставил. Ну надо, надо, потому что в реальности как-то жить. Ты должна была мне объяснить нормально, чтобы я тебя не трогал. Ну ты не смогла, я силой все решил. Так это так и происходит, мне кажется. Дети, у них защитная реакция, они тоже начинают. А че, а че, да я че хочу, то и делаю. Ну вот. Да, сначала дают ценность, а потом вроде кажется, да, что эту ценность забирают. Лера сначала сказала, я не хочу, потом нет, я буду с этим ходить, да. И кто-то подходит и говорит, ну-ка давай, отдавай. Она вроде как уже не очень-то. Прям уже агрессивная даже. Ну вот есть две крайности, да, всегда. Вот у нас есть группа подростков, которые организовались в какую-то субкультуру, ходят, слушают определенную музыку, носят определенные вещи и прически, а другим это не нравится, это они считают не нормой, они начинают конфликтовать с ними. Почему так происходит? Почему они не вместе все? Ну, ценности же разные, и вообще самая главная задача... Они учатся в одних школах. У каждой субкультуры свои ценности. Кто-то там за природу, кто-то за любовь, у каждого свои ценности. И тут главная же задача выделиться, и она все-таки остается такой преимущественной задачей. И даже тем, что я говорю, что твоя субкультура плохая, а моя хорошая, я тем самым выделяюсь, да, и вроде как остаюсь в рамках своей задачи, своих целей, ради которых я и пошел в эту субкультуру. А почему детям вообще так нравится вот неформальное общество? Мы знаем, что было много субкультур, перечислять их, наверное, не будем, но, как правило, они все не подходят под формат, не такие, как все. Почему детям? Ну да, у нас же есть задача проявить свою индивидуальность, и это еще вопрос к родителям, как они помогают ребенку понять, как можно проявить свою индивидуальность. И если до подросткового возраста не получилось распознать это внутри ребенка и не получилось его направить, то ребенок, конечно же, сам найдет выход, если у него достаточно вот этих вот собственных задач, да, и он через ту или другую субкультуру находит вот этот вот способ. Не факт, что он подходит к его личности, да, но он, да, вот нашел поддержку и способ этого выражения. Что родителям нужно подметить такого, какие-то изменения и в поведении, может быть, в каком-то образе жизни своего ребенка, и понять, что увлечение его какой-то субкультурой зашло слишком далеко? Ну, по ребенку сразу видно, что он чем-то увлекся, но невозможно этого не заметить. И если родители увидели, что вот он где-то находится, нужно, конечно, узнать, где. Сначала самому изучить, что есть в этой субкультуре, какие есть ценности, предполагая, что ваш ребенок не пойдет туда, куда все, туда, в такое общество, где все плохо, да, грубо говоря. И когда родители разговаривают с ребенком, здесь самое главное понимать, то есть, с одной стороны, что у ребенка есть задача взрослеть, брать на себя ответственность, то есть при разговоре ни в коем случае нельзя вести так разговор, чтобы забрать у него вот эту компетенцию, а с другой стороны, он не умеет еще пока принимать правильных, грамотных решений. И единственное, что могут сделать родители, изучив субкультуру, задавать вопросы ребенку таким образом, чтобы ребенок, отвечая на них, понимал, что ну как-то там что-то может быть и не совсем правильно с точки зрения ценностей и отношений к людям, к миру. Вот единственное, что могут сделать родители, это узнавать у ребенка, что это за субкультура, что там в этой культуре есть. И ни в коем случае нельзя резко критиковать, потому что вы только добьетесь того, что он от вас нагородится, он останется внутри этой субкультуры, потому что для него это социализация, еще раз повторюсь, для него это сообщество важное, значимое. А что делать, если все зашло слишком далеко, так скажем? То есть ребенка нужно в любом случае поддерживать, но осторожно так, или пытаться его как-то забрать из этой субкультуры? Ну, с одной стороны, здесь важно исследовать и понять, что там ребенок для себя нашел. Вот там же точно есть что-то, что он пытается продвинуть внутри своей личности. И посмотрите, какие можно еще найти способы вот этого продвижения, потихонечку начинать ребенка туда увлекать. То есть пока вы не дадите замену, нет возможности забрать, да, то есть он окажется в таком внутриличностном вакууме. Посмотрите, как это можно заменить каким-то таким правильным способом, более сохранным. Ну и постепенно, еще раз говорю, здесь очень важно задавать направляющие вопросы, а что там внутри, а как поддерживается добро, а что вы делаете, не знаю, друг для друга, а что делают для тебя, а что ты делаешь для кого-то. Вот нужно задавать направляющие вопросы. Ребенок сам, когда отвечает на такие вопросы, он начинает потихоньку понимать, что что-то не так. Тут важное правило знать, что аргументы, они очень редко помогают. Конечно, можно что-то говорить, но стараться как можно меньше аргументировать против, поддерживать ребенка. Родители, в общем, должны быть хитрее в этом смысле, да? Хитрее, да. Когда ребенок начинает зарослеть, родители вообще, в принципе, после 13 лет должны перестраиваться и уходить не в оппозицию, а вместе с ребенком идти и направлять его, поддерживать его. Поддерживать. Вот так. Сегодня намного больше узнали, да, почему дети уходят с субкультуры. Будьте аккуратнее и пользуйтесь советами нашего психолога Оксаны Анищенко.